В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове строят дом для сотрудников полиции. Когда закончат работы? Первый заслон в борьбе с эпидемией. 17 октября – день терапевта. Свободный стиль 2022. В Сарове стартует медиафестиваль. Далее расскажем обо всем подробно. Пособия при рождении ребенка, материнский капитал, а также ряд других выплат в России могут получать отцы. Об этом напомнили в пенсионном фонде. Мужчина имеет право на маткапитал, если он единственный усыновитель первого или второго ребенка. В случае смерти матери или лишения ее родительских прав отец получит единовременное пособие при рождении ребенка – ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если семья подходит под критерии комплексной оценки нуждаемости, доход одного члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум, отцу будут выплачивать пособие на ребенка с 8 до 17 лет. Если у родителей пенсионеров есть несовершеннолетний ребенок или студент очной формы обучения до 23 лет, то одному из них будет положена увеличенная фиксированная выплата к пенсии. Терапевты – первый заслон на пути к эпидемии. Врачи, которые в любую погоду спешат на помощь больным, лечат обычные ОРВИ или оказывают неотложную помощь, разбираются в широком спектре болезней. 17 октября в России эти специалисты отмечают профессиональный праздник. Ирина Стенякина работает участковым терапевтом в первой поликлинике 5 лет. Когда девушка заканчивала учебу в МГУ, у меня Гарева изменился план обучения. Стало возможно, закончив аккредитацию, работать участковым терапевтом без ординатуры. Ирина решила попробовать свои силы и приехала в Саров. Нравится, очень интересно, многогранное, что только не видела, что только не делала. Работала на ковиде, работала просто на участке, диспансеризацию ведем, вакцинацию, ездим на выездные вакцинации. То есть оформляем инвалидности, делаем выписки, просто принимаем пациентов, ходим на дом. Терапевт – специалист широкого профиля. Нужно разбираться в огромном спектре болезней, чтобы правильно назначить лечение и дать направление к другому врачу. Терапевты также проводят консультации, осматривают пациентов перед госпитализацией. Эти врачи всегда в движении. У нас есть две смены. В первую смену мы сначала ведем прием пациентов, и во второй половине дня мы уходим на врачебные вызовы. Если работаем во вторую смену, то получается с 11 мы идем на вызовы, и после обеда уже ведем прием пациентов. Если на ковиде, там всегда в первую смену прием пациентов утренний, и после обеда мы выезжаем на дом для осмотра первичных или повторных вызовов, когда пациенты вызывают с ухудшением состояния. Самое главное в работе терапевта, считает Ирина Стенякина, четко объяснить пациенту, что нужно ответственно относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением. Много времени врачи тратят на то, чтобы объяснить, зачем нужно вакцинироваться или проходить диспансеризацию. В идеале для терапевта это нужно внимательно относиться к пациентам, потому что первоначально они идут к нам, и если мы что-то пропустим, они могут не пойти потом дальше куда-то. Скажут, ну мне врач не сказала, поэтому я и не пошла к другому специалисту. Поэтому нужно грамотно определить дальнейшую тактику лечения. 17 октября участковые терапевты отмечают праздник. Мы поздравляем всех представителей этой профессии, желаем им крепкого здоровья, терпения и благодарных пациентов. Безработных россиян хотят привлекать к работе на стройках. В общественном совете при Минстрое заявили, что сейчас в строительной отрасли работают 11 миллионов человек. При этом требуется еще 3-5 миллионов. Проблему невозможно решить лишь привлечением трудовых мигрантов. По данным Минстроя, на учете стоят почти 2 миллиона человек, которые не могут найти себе работу уже долгое время. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Первый в этом сезоне вирус гриппа H3N2 выявили в России, сообщила голова Роспотребнадзора Анна Попова. Вирус гриппа завозной из Египта. Пока других вирусов гриппа на территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий, сообщила она. Напомним, КБ номер 50 временно приостановили вакцинацию взрослого населения против гриппа. Это связано с тем, что заявку клинической больницы на поставку вакцины Савигрипп выполнили частично. Очередную партию препарата ожидают после 20 октября. В Сырове пройдет открытый Кубок города по киберспорту в дисциплине Дота-2. Окунуться в мир компьютерного спорта могут все желающие от 14 лет и старше. Для этого необходимо набрать команду из пяти человек и до 20 октября отправить заявку. Разделение на группу будет проходить 22 октября на канале организаторов в Дискорд. В группе каждый с каждым сыграет два раза до одной победы. Плей-офф в Олимпийской системе с выбыванием после первого поражения до двух побед. Игры пройдут в онлайн-формате на оборудовании участников. 19 ноября в 12 часов организуют онлайн-трансляцию финальной битвы лучших команд города в зрительном зале Молодежного центра. Подробности по телефону 99108. Художественная галерея приглашает школьников на мероприятия в каникулы. В программе познавательные и интерактивные занятия, мастер-классы, квесты, экскурсии по выставкам художники Саровой «Краса Россия». Детей научат рисовать перелетных птиц, делать осенние композиции, расскажут про культуру Индии, русские народные промыслы и многое другое. В галерее проходят мероприятия и для младших школьников, и для среднего и старшего звена. Подробности по телефону 70287. Воспитанники отделения бокса спортивной школы ИКАР выступили на открытом первенстве города Кузнецк. Турнир собрал около 160 участников из Луганска, Мордовии, Ульяновска, Саратова, Пензы, Сызрани и других городов. Саровчане Данила Тетерек, Арсений Жирнов, Тимофей Блинов и Рамазан Султанов заняли первые места. Вадим Санкин завоевал серебряную медаль. Самые главные и ценные люди в поисково-спасательной группе «Рысь» – добровольцы, которые на безвозмездной основе отправляются на поиски пропавших людей и днем, и ночью. Волонтером-поисковиком может стать любой желающий саровчанин, не имеющий судимости и хронических заболеваний, а также готовый пройти специальный курс обучения. Сейчас поисково-спасательная группа «Рысь» набирает в свой отряд новых добровольцев. Людей всегда не хватает, потому что у людей есть своя какая-то жизнь, есть работа, есть свои какие-то дела, которые тоже нужно делать. Поисковиков всегда не хватает, потому что некоторые поиски затягиваются на несколько суток, и люди устают, их надо менять. Поэтому хотелось бы больше, но пока рады тем, что есть. Днем рождения филиала «Рыся» в Сарове добровольцы считают первые поиски пропавшей девочки Зарины Авгоновой в августе 2019 года, хотя официальное открытие филиала состоялось годом позже. Сейчас в отряде состоит 55 человек. В этом году у нас более, так сказать, успешный год в плане находок людей, нахождения именно живыми. То есть в прошлом году эта статистика была более печальной. К сожалению, на данный момент на территории города Саров 3 человека до сих пор остаются не найдены. Если вы идете в лес, одевайтесь теплее, берите с собой с запасом еду и воду, полностью зарядите телефон. Поисково-спасательная группа «Рысь» особо обращает внимание родственников пропавших. Не выжидайте, если человек не пришел домой вовремя. Сразу же обращайтесь в полицию или звоните по номеру 112. На пустыре на улице Раменской 7 построят девятиэтажку с двумя подъездами. В доме будет 72 квартиры, ключи от которых передадут сотрудникам полиции. На какой стадии строительство и когда работы закончат, выясняла наша съемочная группа. История со строительством дома для сотрудников полиции началась еще в 2014 году. Но тогда не нашлось финансирования и дело застопорилось. Наконец, в 2021-м заключили контракт, а работы начались. Теперь на пустыре на Раменской возводят двухсекционный девятиэтажный дом на 72 квартиры. Очень большой некомплект у нас в управлении. К сожалению, да, по ряду тоже, соответственно, объективно-субъективных причин. И надеемся, что стройка этого дома, сдача этого объекта позволит нам в какой-то степени привлечь иногородних граждан на службу органов внутренних дел. Поскольку служебное жилье будет достаточно комфортное, большие площади, соответственно, квартиры с ремонтом. То есть сотрудник с семьей может быть спокойно заехать, жить в этой квартире. В доме 18 однокомнатных, 18 трехкомнатных и 36 двухкомнатных, по 4 квартиры на этаж в каждой секции. Предоставлять их будут тем, кто не имеет своего жилья на территории города, финансируя строительство МВД. Кстати, подобные дома для полицейских есть пока только в Нижнем Новгороде. Саров станет вторым городом области, где строят подобное служебное жилье. В начальной стадии пока строительство. Как бы идет срок сдачи данного дома 24-й год. В течение вот этих трех лет обещаются выполнить эти все работы. Подрядчиком выступает Нижегородская строительная компания. Также подрядная организация выполнит благоустройство территории и сделает парковки. В минувшее воскресенье на улице Садовой автомашина Киария при движении задним ходом столкнулась с БМВ, который двигался по главной дороге в прямом направлении. Водитель Киа получила телесные повреждения и находится на лечении. 8 ДТП с материальным ущербом, из них 2 с пострадавшими. Таковы итоги прошедшей недели. На улице Зернового дома номер 68 водитель Хюндая во время движения автомобиля почувствовала себя плохо и потеряла управление. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с газом. В результате ДТП водитель Хюндая получил ушибы, ссадины и гематомы. После осмотра врачей госпитализировали пострадавшую. С происшествий началась и новая неделя. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Шверника на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Детали ДТП выясняются. Еще одна постоянная строчка в отчетах полиции – мошенничество. На прошлой неделе злоумышленники смогли выманить у саровчан миллионы рублей. Схема обмана одна и та же. Зарегистрировано заявление мужчины о привлечении к ответственности лица, который с 5 по 7 октября 2022 года под предлогом предотвращения несанкционированных операций по банковскому счету и обеспечению сохранности денежных средств, заключавшийся в переводе всех денежных средств на безопасные счета, похитил денежные средства в сумме 5 миллионов 860 тысяч рублей. Еще одной пожилой женщине позвонили по телефону и представились сотрудниками правоохранительных органов. Для сохранности накоплений женщине предложили перевести все деньги на указанные реквизиты. Потерпевшая перевела мошенникам более 1 миллиона рублей через несколько банкоматов. Возбуждено уголовное дело. Биржа – тоже излюбленное место для мошенников. Мужчина с декабря 2021 года в сотрудничестве на рынке Форекс путем торговли перевел на счета указанные консультантами организации денежные средства в размере 8 миллионов 200 тысяч рублей. В настоящее время денежные средства заявителю не возвращены. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции напоминают, если по телефону вам говорят, что ваши деньги нужно перевести на безопасный банковский счет, не продолжайте разговор. Это мошенники. Никаких безопасных банковских счетов не существует. Если вас просят сообщить код из СМС, ни в коем случае этого не делайте. Также мошенники могут действовать через различные приложения, мессенджеры и видеоконференции. При подозрении на мошенничество лучше самостоятельно обратитесь в отделение банка. В середине следующей недели в центре страны стартует предзимье. Об этом рассказал научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. По его словам, ориентировочно с 19 октября начнется заметное понижение температуры. Днем столбики термометров вскоре не будут подниматься выше отметки плюс 5 градусов. Это похолодание затронет весь центр европейской части России. С понедельника начались дожди. Пик ненасть, а по предварительным прогнозам, придется на вторник. В Нижегородской области на протяжении рабочей недели будет пасмурно и сыро. Днем не более плюс 8 градусов, ночью в четверг температура упадет до плюс 1. В пятницу ожидается самая холодная ночь на этой неделе. По прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут 0 градусов, а ощущаться они будут как минус 2. При этом ветра не будет совсем, то есть прогнозируется полный штиль. Днем до плюс 5 градусов, вероятен небольшой дождь. В выходные пасмурная погода сохранится, но южный ветер принесет небольшое потепление. Днем ожидается до плюс 6 градусов, ночью плюс 2, плюс 4. Суббота пройдет без дождей, а в воскресенье вечером возможны осадки. В Сарове проходит фестиваль «Свободный стиль». Заявки на конкурс принимают по шести номинациям и двум возрастным категориям. Кто может принять участие в фестивале, расскажем далее. У всех молодых и талантливых есть возможность заявить о себе на весь город, а также научиться чему-то новому. В Сарове стартует прием заявок на открытый городской фестиваль «Медиатворчество школьников. Свободный стиль». В городе он пройдет в четвертый раз. Тема нашего фестиваля в этом году выбрана не случайно. Называется она «Наследники традиций». Фестиваль направлен на выявление творческих способностей школьников в области медиа-искусства и развитие устойчивого интереса к медиапрофессиям современным. Участниками могут стать дети от 11 до 17 лет. Конкурс проводится по двум возрастным категориям и по шести номинациям. Видеоролик, фото и фоторепортаж, презентация, компьютерная графика, анимация и эссе. В рамках фестиваля для участников готовят насыщенную программу творческих мероприятий. Выставки работ, мастер-классы в сфере медиа, торжественные закрытия и награждения. На данный момент составляется программа мастер-классов в рамках фестиваля «Свободный стиль», который будет проходить на базе нашей медиастудии. Мы будем приглашать и деятелей в сфере медиа, профессионалов, которые будут показывать и разбирать возможные работы участников. И давать какие-то лайфхаки. В составе членов жюри, преподавателей ДШИ, а также профессионалы в области медиа. Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля. Иногородним участникам, которые желают посетить мероприятие фестиваля, необходимо прислать заявку раньше, до 15 ноября. Подробную информацию можно найти в положении фестиваля на сайте детской школы искусств номер 2 или в группе ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА